Всем тихой ночи. Споры о том, какой же объект SCP имеет номер 001, идут, наверное, с самого появления SCP как такового. Каждый популярный автор, пишущий для фонда, считает своим долгом написать свой SCP-001. Потому я даже не буду говорить, сколько их уже написано. Потому что завтра эта цифра может устареть, а информацию на канале надо держать в актуальном состоянии. Какой же SCP-001 был самым первым? Как, наверное, знают постоянные зрители этого канала, до нынешнего сайта SCP-Wiki.com существовал другой, ныне неработающий сайт под названием SCP-Series. На нем вместо SCP-001 была надпись, что статья закрыта для редактирования, пока кто-то не сделает что-то достаточно стоящее, чтобы занять такой гордый номер. Вот, казалось бы, просто бы дали людям записать на эту страницу какой-нибудь объект, и не было бы всей этой истории. Однако, вместо этого администратор сайта бросил вызов всем авторам, мол, пусть победит сильнейший. Тогда так и не появилась статьи, которая была бы достойна такого места на сайте, но вызов был принят. Самый первый текст на странице SCP-001 нынешнего сайта SCP появился в июле 2008 года. И объектом номер один была местность, которая меняет свое местоположение раз в две недели. Существует около ста различных точек на Земле, куда она может переместиться. В этом странном месте с непостоянным положением в пространстве фонд SCP построил зону 19 для содержания множества опасных объектов. Это оказалось очень удачным решением, потому что перемещение этой области пространства вместе с построенной зоной всегда происходит в различные скрытые от глаз места, в которых никто не живет. Тогда в фонде SCP было не так много объектов, и все из них, которые можно было переместить в стандартную камеру содержания, хранились именно в 19 зоне, которая каждые две недели телепортировалась в очередное труднодоступное место. Кстати, вот и ответ на вопрос, где же находится зона 19. Ну, вернее, не то чтобы ответ, но искать ее в каком-то конкретном месте не стоит. По всей видимости, это было слишком большой угрозой секретности фонда, потому вскоре администратор призвал авторов SCP-объектов добавлять свои варианты для того, чтобы их стало как можно больше. А чуть позже тот же администратор удалил текст про зону 19. Вскоре пришел доктор Клев и создал другую версию SCP-001. Но это был не страж врат, как некоторые могли подумать, а совсем другая статья. SCP-001 в его понимании — это сама классификация объектов, возможность классифицировать и описать любой найденный аномальный артефакт. Главное же условие содержания этого объекта — это существование сайта SCP в нашем мире. Однако чуть позже Клев осознал, какую огромную тайну он раскрыл, ведь в нашем мире SCP — это просто сообщество писателей ужасов, и убрал этот текст. Была создана отдельная страница для написания своих предложений на роль SCP-001. Самым первым текстом на этой странице, не считая текста про зону 19, который также там появился, стал объект SCP-001 пачка бумаг, и люди, которые руководствуются принципом, что раньше было лучше, вероятно, должны считать самым каноничным именно его, потому что он старейший из тех, которые ныне существуют на сайте. SCP-001 пачка бумаг — это как следует из названия пачка бумаг, на верхнем из листов которой написано «Конфиденциальный отчет об особых объектах. Секретно». Состав документов, пачки и количество страниц непостоянны. В один момент в ней может быть всего пара листов, в следующий — несколько десятков. Пачка бумаг просто взяла и появилась. Вот такая продуманная у нее история происхождения. И во время обнаружения в пачке были документы, связанные с SCP-002, которые описывали объект под названием «Живая комната». Вскоре после обнаружения этих документов фондом был обнаружен именно такой аномальный объект, полностью соответствующий тому, что написано в пачке. Но через какое-то время бумаги в пачке сменились на документацию по SCP-003 биологической материнской платы, а затем появились документы, описывающие SCP-004 и SCP-005, 12 ржавых ключей дверь и объект отмычка. Все эти удивительные вещи вскоре также были обнаружены агентами фонда. Прямой причин на следственные связи обнаружено не было. Связь была только в том, что после появления новых объектов в пачке, такие же объекты обнаруживались и в реальности. Исследователи не могли установить, появляются ли новые объекты, потому что кто-то просматривает пачку. Или пачка – это своего рода система предупреждения о новых аномалиях, потому фонд просто спрятал этот артефакт, не допуская никого до чтения этих документов. В общем, такой объект, о котором никто не должен знать. Потому пришел доктор Гирс и, решив, что SCP-001 должен быть все же каким-то монстрам, предложил свой вариант. Сейчас этот объект называется SCP-001 прототип. Прототип – это человекоподобное существо под 2 метра ростом, у которого длинные тонкие ноги, бледная кожа и огромная голова. Строение тела существа сильно отличается от человеческого. Например, у монстра всего один глаз, да и тот во рту. Объект был пойман, когда среди детей в Гватемале стали распространяться слухи о демоне, которые фонд, конечно же, проверил и в результате обнаружил тварь. Поймать это чудо оказалось непросто, ведь оно было способно создавать миниатюрные черные дыры, которые наносили огромный вред окружающему пространству, создавая масштабные разрушения и облучая все огромными дозами радиации. Также существо оказалось разумно и очень хитро, однако фонд оказался все же хитрее, потому, понеся некоторые потери, SCP удалось поймать его, и теперь объект содержится, и его содержание в основном сводится к тому, чтобы держать его в постоянном стрессе, из-за которого существо не может пользоваться своими способностями. Фонду удалось разработать эффективные условия содержания для твари, благодаря чему человечество оказалось готово к надвигающемуся вторжению. Да, речь в объекте в итоге не об одном каком-то конкретном существе, но о целом вторжении. Вторжение существ из других миров, умеющих создавать черные дыры, и это определенно интересная штука, но как-то недостаточно масштабно что ли, потому доктор Клев, посмотрев на все это, что называется украл шоу, он создал свое предложение, которое в итоге стало самым популярным и остается таковым до сих пор, имея больше плюсов на сайте SCP, чем любой другой объект из серии 001. Конечно же это страж врат. На изначальной странице с предложением он написал, что это должно быть что-то достаточно большое, чтобы стоить звание первого SCP. SCP-001 от Клев это огромное человекоподобное существо, ростом 315 метров, состоящее из огня, способное давать приказы, которых нельзя ослушаться, и стоящее в некотором скрытом месте, на пересечении рек Тигры Ефрат. За спиной существа находятся огромные врата, за которыми виднеется роща с фруктовыми деревьями неизвестного вида. В самом объекте есть связь с кучей разных других, в основном с религиозными объектами, хоть сейчас большинство из них и убраны с сайта. Остались только SCP-076 Авель и SCP-073 Каин. В русской же версии сделали серию объектов с припиской В, в которой переходят удаленные на английском сайте. Так что русская версия SCP-001 Стража врат получается даже понятнее английской. Наиболее распространенное мнение заключается в том, что Страж врат – это ангел Уриэль, который стражит вход в райский сад. Что имеет смысл, учитывая, насколько Клев любит писать объекты, связанные с религией. Огромное количество отсылочек, популярность самого автора, ну и, наверное, то, что люди любят больших и могучих существ, обеспечило объекту его огромную популярность. Однако у этого объекта есть одна проблема – он сам по себе не имеет особенного отношения к фонду SCP. Ну и также на сайте есть некоторое неприятие объектов, связанных с религией, у многих участников сайта. Что привело к тому, что этот объект не стал точкой в споре, а лишь началом серии претендентов на звание самого первого. Да, еще справедливости ради, перед объектом Клефа был объект некоего фишмонгера, но история его не сохранила для нас. Итак, на сайте SCP появилось пять текстов, которые желали быть первыми. И именно тогда возникла знаменитая надпись о том, что для поддержания секретности существует несколько объектов под номером 001. При этом они могут быть все ложными, а могут быть все правдивыми, могут быть хитро взаимосвязанными, или некоторые могут быть правдивыми, а другие ложными. Вернее, текста было четыре, потому что текст от фишмонгера по какой-то причине с сайта удалили. И мне даже не удалось найти его нигде в интернете. Так что он теперь прямо-таки Lost Media. Итак, те, кто выживали после воздействия меметического агента, который теперь охранял страницу, видели четыре суперканоничных объекта и гадали, какой же из них настоящий. Некоторое время администрация сайта пыталась сохранить каноничность этих текстов. Да так, что, например, попытка добавить пятый с заголовком «Иснователь» закончилась тем, что текст был стерт с сайта. По названию могу лишь предположить, что это была идея о том, что SCP-001 является сам основатель фонда, может, даже администратор. И, видимо, это было слишком большим нарушением секретности. Так что текст провисел на сайте недостаточно долго, чтобы его сохранил Wayback Machine. Вместе с удалением информации об основателе, доктор Клев вернул вариант текста 001, где было написано, что первый объект — это все еще классификация объектов сама по себе. Впрочем, это случилось на 1 апреля. И кто знает, может, это была всего лишь шутка. Но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. После этой даты страница вернулась к прежнему виду. И выглядело так почти год, пока не был добавлен пятый объект. Это был SCP-001 замок, который выглядит как странный черный камень с замочной скважиной, но обладает свойством абсолютной неразрушимости. А еще является моделью обозримой вселенной. Объект не самый интересный, потому как надо развивать тему первого объекта, показал сам доктор Брайт. Судя по всему, в соавторстве с доктором Маном он добавил историю про фабрику. Фабрика сразу объявила стража врат обманом, который существует лишь для того, чтобы отвлекать новых сотрудников от поиска истинной SCP-001. Также фабрика начала традицию того, что SCP-001 — это не какой-то конкретный объект, а длинная и сложная история. Фабрика объясняет появление самого фонда SCP и дает начало большой отдельной ветви лора. По версии этого 001, в начале 19 века некий промышленник Андерсон создает огромную и удивительную фабрику, которая производит буквально все — одежду, еду, оружие. И все это обладает различными чудесными свойствами, казалось бы, благо прогресса. Однако на деле фабрика оказывается монстром, который буквально пожирает людей, работающих на ней, а тех, кому не повезло выжить, превращает в отвратительных созданий. В конце 19 века власти США собирают группу людей для борьбы с этой штукой. Эти люди в итоге и становятся фондом SCP. Рассказ о фабрике оказывает огромное влияние на развитие лора. С ней напрямую связано около 50 разных SCP-объектов, а косвенно намного больше. Например, без фабрики не было бы ветви лора про доктора Развлечудова. Вскоре был добавлен новый текст уже от самого доктора Манна. Он называется «Кольцевая дорожка», ну или «Спиральная дорожка» в английской версии, что точнее отражает ее суть. Спиральная дорожка уже объясняет не только появление фонда SCP, но и появление всего аномального в целом. По сюжету SCP-001 жил-был некий Аарон Сигель, который нашел что-то вроде бага в мире. Дорожку, по которой вроде как все время поднимаешься, но в итоге ходишь по кругу. Аарон Сигель изучил ее и на основе полученных знаний создал первые SCP-объекты. Аномальные вещи, которые создатель тут же решил спрятать от мира, основав для этого особый фонд. История, конечно, интересная, но в ней есть одна проблема, она полностью противоречит истории про фабрику. Потому что когда Сигель только нашел дорожку, фонд SCP уже существовал и содержал порождение безумного завода. Но следующий же текст расставил все по местам, потому что это был тот самый SCP-001, из которого мы узнали, что миров мультивселенной SCP существует великое множество. А сами фонды SCP создает прыгающий между мирами администратор. То есть действие фабрики происходит в одном мире, а спиральные дорожки в другом. При этом этот SCP-001 объяснил, что у каждого мира есть некая степень порчи. Чем она выше, тем мир более странный и аномальный. В мире фабрики порчу наводила собственно фабрика, своей злой ржавой магии. А мир спиральной дорожки испортил Аарон Сигель своими экспериментами с найденным в мире багом. Эти три объекта вполне себе выглядят как цельная связанная история. Но вот следующее предложение продолжило другую версию, ту что пачка бумаг. SCP-001 база данных говорит о том, что именно документы самого фонда являются причиной появления всего аномального. База данных объекта неизвестным образом наполняется информацией, и описанные в ней аномалии тут же появляются в реальности. Хотя это не противоречит предыдущим текстам, потому что возможно речь идет о мире, который уже почти развалился, достиг настолько высокой степени порчи, что простое изменение фондовской базе данных выворачивает его наизнанку. Следующий появившийся в списке текст описывает еще одну реальность, в которой до середины 20 века фонда SCP не существовала вовсе, а все необычные вещи содержало отдел необычных происшествий ФБР. В этой вселенной в 1954 году фонд SCP просто взял и появился, при этом захватив под свои нужды здание какой-то школы и неизвестным образом превратив ее в огромную базу содержания. ФБР отправили в это место штурмовые группы О5 и О6, но они не вернулись, странное место преобразовало их в сотрудников фонда. Так вот администратор похоже и основывает свои филиалы в новых мирах. Чуть позже было добавлено еще два других предложения для SCP-001, и оба они по сути тоже описывают проникновение администратора в новые миры. Последний из классических 001 был объект от автора DJ Cactus, который позже вошел в серию рассказов Ураборос, о котором на этом канале уже есть отдельное видео. После этого в 2012 году страница с предложениями для SCP-001 была убрана и создана та, что мы можем видеть на нынешнем сайте. Так закончилась эпоха классических 001-х и началась новая, в которой каждый популярный автор SCP пишет свою версию истории, с которой все начиналось. Всем пока!